Здравствуйте, меня зовут Миша Лосяков. Я занимаюсь опытами по естествознамени в Доме юных техников города Королёв. Сейчас хочу рассказать про самые-самые геометрические фигуры. Треугольник. Самый экономически прочный. Треугольник – геометрическая фигура, образованная тремя отрезками, которая соединяет три точки, не лежащие на одной прямой. Треугольники являются эффективными инструментами для архитектуры и используются при проектировании зданий и других сооружений. Поскольку они обеспечивают прочность и стабильность, многие жилые дома имеют А-образную раму. Они обеспечивают прочную структуру. Наиболее прочные треугольники являются равносторонними и равнобедренными. Их симметрия помогает распределять нагрузку. Равнобедренный треугольник – это треугольник, у которого две стороны равны. Равносторонний, у которого равны все стороны. Распространенным примером равносторонних треугольников является комплекс пирамид Гизы в Египте. Каждая из четырех треугольных сторон, образующих пирамиды, является равносторонними треугольниками. Это примеры силы треугольника в архитектуре, поскольку пирамиды стоят уже более четырех тысяч лет. Также треугольник является самой дешевой фигурой по стоимости затраченого материала при той же прочности. Поэтому так распространен в носах и кранах. Правильный шестиугольник. Самый заполняющий. Почему их так любят пчелы и архитекторы? И какие у них преимущества с точки зрения физики? Если вы подуете на пузырьки на поверхности воды, чтобы согнать их вместе, то они приобретут форму шестиугольников или приблизятся к ней. Вы никогда не увидите квадратных пузырей. Если даже четыре стенки соприкоснутся, они немедленно перестроятся в конструкцию с тремя сторонами. Что-то вроде эмблемы Мерседеса. Если вы хотите сложить вместе несколько одинаковых по форме и размерам ячеек, таким образом, чтобы они заполнили всю поверхность, то подойдут только три правильные фигуры с равными сторонами и углами. Равносторонние треугольники, квадраты и гексагоны. Шестиугольники. Если выбирать из этих вариантов, то шестиугольные соты потребуют наименьшей длины перегородок. В отличие от треугольников и квадратов в той же площади. Поэтому в пчелиной любви к гексагонам есть смысл. На изготовление воска тратится энергия. Они стараются минимизировать расходы. Точно так же, как строители пытаются сэкономить на стоимости кирпичей. Именно из-за карты расположения антенн для мобильной связи этот вид связи и назвали сотовой. Все дело в том, что зоны действия от каждой станции немного накладываются на соседние, чтобы обеспечить равномерность укрытия территории. Поэтому, когда вы смотрите на схему размещения бассотовой связи сверху, то зоны действия каждой базовой станции, пресекаясь друг с другом, образуют контур, напоминающий пчелиные соты. При таком размещении требуется меньше антенн, поэтому и дешевле. Равносторонний шестиугольник заполняет всю площадь при минимальных перегородках. Арка. Самая ленивая. Арка от латинского «аркус» – дуга, изгиб. Конструкция перекрытия составлена из блоков клиновидной формы, поддерживаемой двумя опорами. На самом деле, арка является важной конструкцией, которая эффективно перераспределяет нагрузку на более прочные элементы и делает конструкции менее массивными. Частой инженерной целью применения арки является желание увеличить прочность несущей стены и сэкономить материал. Этот прием известен с древних времен. Арка в туннеле передает нагрузку на грунт снизу. Плотина передает всю мощь от воды на скалы. Арочные мосты легки и функциональны. При этом толщина перекрытия минимальна. Благодаря аркам размеры и высота конструкции значительно выросли. В культуре арка – это преображение, небесная слава, встреча земного с божественным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова